Портовый доктор, добрый и умный человек, которому нередко приходилось призывать на помощь всю свою профессиональную выдержку, чтобы не проявить малодушие при виде чужих страданий, заметил девушку, как только спустился на нижнюю палубу. Ее ошеломленное растерянное лицо невольно привлекло к себе внимание среди бурлящей толпы, жадно стремившейся вырваться на берег после тесноты и качки десятидневного перехода от Лякоруни до Гаванны. Пока он проверял свидетельства о прививке, оттягивал подозрительно красные веки некоторых пассажиров, вокруг корабля основали буксиры, катера, шлюпки и ялики в ожидании, когда на мачте спустится желтый флаг и можно будет начать разгрузку. Спокойно поблескивало море, и ближайшие к лякобане холмы отбрасывали ослепительные потоки солнечного света на прихотливо раскинувшийся за пристанью город. Доктор равнодушно выкрикивал заурядные примелькавшиеся фамилии, и его монотонные вопросы к какому-нибудь Хуану Лопесу или Педро Пересу о наличии въездных документов гулко разносились по кораблю, и звонкоголосом эхо замирали в глубине порта. На палубе первого класса ветер трепал светлое муслиновое платье. Среди нетерпеливых пассажирок заметно слабели узы заключенной в пути вечной дружбы, столь же зыбкие, как морские волны. Осмотр мигрантов подходил к концу, оставался лишь какой-то мужчина и девушка с испуганными глазами, казалось, упорно избегавших доктора. Судовой врач, указывая на нее своему коллеге, сказал, а это наша храбрая маленькая Галисийка, она приехала на заработки совсем одна и никого здесь не знает. Нет, нет, осмотра не нужно, она крепка, как молодой дубок. Но ведь у нее, наверное, нет ни малейшего представления о нашей стране. Что же она будет делать? Тут девушка вдруг осмелела. Пойду в служанки, у нас о кубе много толкуют. Чего уж, руки у меня крепкие, на мальчонку заработать сумею. И лицо ее просветлело, несмотря на суровую решимость. Расстроганный доктор спросил, а у вас есть 30 песо, которые нужны для въезда в страну? Когда она села в лягу руни, у нее за душой не было ни гроша, но она заработала их в пути. Ее стремление заработать эти 30 песо пересилили нищету несчастных переселенцев и морскую болезнь. Настоящая героиня. Доктор снова с интересом взглянул на нее. Это была крепкая, худощавая девушка. На вид ей было года 24, не больше. В простодушных, по-детски чистых глазах колесейки казалось, еще не потух изумрудный отблеск лугов ее родины. Доктор вспомнил, что жена жаловалась на дно из служанок и, внезапно решившись, сказал, «Хочешь жить у меня? Не знаю, сколько тебе будут платить, но, во всяком случае, не меньше, чем у других. Нас только трое, жена, невестка и я. Детей нет». Судовой врач стал уговаривать девушку не упускать такого случая, и она к его радости согласилась. Они сошли на берег. По дороге Вельведада девушка не обращала ни малейшего внимания на красивые улицы нового города. Отсутствующий взгляд ее скользил по сторонам. В доме их встретили хорошо. Хозяйка ласково объяснила новой служанке ее обязанности убирать в комнатах, помогать одеваться ей и ее сестре, подходить к телефону, когда никого не будет дома, а в случае необходимости помогать и по кухне. Галисейка молча кивала головой. «Получать она будет двадцать песо, даже двадцать пять, если справится». «Двадцать песо? Значит, двадцать дуро». «Да», – сказала хозяйка, – «даже немного больше. У нас песо стоит дороже». На глазах служанке показали слезы, а на губах робкая улыбка. Уж она-то сумеет справиться, и не только справиться, но и быть благодарной. Пусть только хозяева испытают ее, они увидят, на что она способна. И они увидели, на какое чудо способна эта упорная, неутомимая девушка, для которой не существовало никаких развлечений. Плиты каменного пола блестели, как зеркало. Ни одна пылинка не туманила лакированной поверхности мебели с тех пор, как появилась новая служанка. Кухарка сваливала на нее свою работу, и Галисейка безропотно все выполняла. К вечеру она успевала закончить невероятное количество всяких дел, и, чтобы не сидеть сложа руки, попросила больше не отправлять белье прачки, а стирала, полоскала и гладила его сама своими руками. Хозяйка и ее сестра боялись радоваться. А что, если это только уловка на первое время? Новая метла всегда чисто метет. Но нет, дни проходили за днями, сплетались в недели и месяцы, а усердие служанки не ослабевало. Даже по воскресеньям она отказывалась выходить на улицу. Гулять ей? Нет, это ей ни к чему, вот еще. Однако хозяева даже лаской никак не могли завоевать ее доверие. Какая-то робость и отчужденность, какая-то молчаливая тайна отделяла ее от слишком шумного радушия этого дома. Присмотревшись, они, наконец, обнаружили в ней недостаток. Галисийка была скупа, скупа, как последний скряга. Она прятала блестящие монеты с проворством сороки. Чтобы заставить ее сменить свои лохмотья, пришлось подарить ей хозяйские обноски. Она скорее бы поступила своей стыдливостью, с чем истратила лишние сантава. А стыдлива она была настолько, что холодела от страха при виде молодцеватого земляка, уже давно ходившего за ней по пятам. Но вот однажды под вечер, робко потоптавшись возле хозяина, полуживая от страха, она внезапно выпалила. А я к вам, сеньор, хочу спросить, не пошлете ли мне эти деньги в Испанию, в деревню Тривас, на имя Сантьяго Пасос. Сделайте милость. И она высыпала на стол 30 дур, заработанных во время переезда, 75 песо, полученных в доме, несколько жалких песо, которые каждый месяц платила ей кухарка за свои отлучки по воскресеньям. Все, все до последнего медика. Казалось, будто лопнула нить тяжелого ожерелья, которое до сих пор сжимало ей горло. И вслед за первым порывом откровенности щедро посыпались признания. На другой день, в полдень, во время съеста, когда в доме все затихло, она подошла к сестре своей хозяйки, подойти к самой хозяйке у нее не хватило духу, и попросила прочесть пачку полученных ею писем. Она хранила их на груди, надеясь, что смысл непонятных для нее букв легче дойдет до ее сердца, и она узнает все, что в них говорилось о ее мальчугане, о ее ненаглядном сынишке. Старая дева была тронута. Как легко обидеть человека поспешным суждением. Рабочая скотина, скряга, стяжательница, которую не соблазняли ни развлечения, ни домогательства красивого парня, копила не для себя, а для своего ребенка. Вот подлинное самоотречение. Из властных писем стало ясно все. Голисейка была изгнана из отчего дома, чтобы в поте лица своего и в душевных муках расплачиваться за тот тяжкий грех, который подстерегает всякую юную и беззащитную женщину. Однажды летним вечером после грозы, когда напоенная влагой земля покрылась теплой спариной и запах цветов мешался с запахом тлена, она уступила, не в силах противиться, желанию мужчины. Девять месяцев спустя рядом с ней лежало крохотное кричащее существо плоть от плоти ее. И тут, как это часто бывает, жадность прикрылась заботой о добром имени. Разъяенный отец метал громой молнии, и чтобы заставить ее смириться, не поскупилась она на самое грубое наказание. В деревне ей оставаться больше нельзя. Этот срам сведет их в могилу скорее, чем старость. Она должна уехать, если не для себя, то для своего малыша, которому потом придется помирать с голоду. В Гаване можно хорошо заработать. Так и быть, пусть стыд падет на его голову, а она будет посылать домой деньги. Что же оставалось ей горемычной, как не подчиниться? Иначе и быть не могло, ведь покорность стала ее привычкой. Ведь она не умела никому отказать, и только потому, не сопротивляясь, отдалась без любви в тот злосчастный вечер среди спелой пшеницы. Отцовский авторитет оказался сильнее, чем жалобный крик новорожденного ребенка. И вскоре молодая мать уже сидела на палубе третьего класса среди таких же несчастных людей, гонимых за океан нуждой, голодом и надеждой. По дороге на пристань, в море и сейчас в городе, который ослепил ее своим великолепием, она была одержима одной единственной мыслью – работать для сына. Что может быть справедливей? Это не наказание, это радость всей ее жизни. Так велит ей сердце. Когда об этом узнали в доме доктора, единственная темная сторона в поведении служанки ее скопидомства стала казаться хозяевом чуть ли не подвигом. И с той поры при всех домашних расчетах ее сбережения превратились в предмет общих забот. Если после покупок у кого-нибудь оставалась мелочь или случалось на чем-нибудь выгодать, только и было слышно – это для Галисийки. Пожертвования приняли такие размеры, что доктор решил разделить их на две части. Одна предназначалась для ежемесячных посылок в деревню, другая шла на небольшие сбережения, на которой молодая мать немного позже могла бы сама поехать за ребенком. Когда она узнала об этом, тень недоверия мелькнула в ее удивленных глазах. Ехать ей? Ей? Уж это слишком! Потом глаза ее заволоклись слезами, и в их глубине, подобно солнцу, в пасмурный день заплясали огоньки огромной всепобеждающей радости. Она не знала, как доказать свое усердие и свою благодарность. И, словно желая поскорее вычеркнуть из жизни дни, которые лежали между ней, и той далекой минутой, когда она навсегда может соединиться с утраченной частицей своего «я», Галисийка с головой погрузилась в работу и выходила на улицу лишь для того, чтобы протереть мраморные плиты подъезда, не обращая внимания на упрямого земляка, который с робкой назойливостью крестьянина посылал ей с противоположного тротуара свой тоскующий, ласковый взгляд, мягкой и жалобной, как говор родной Галисии. Время утратило реальную меру, как только в ее жизни появилась надежда. Календаря и часов будто не существовало. Монотонный бег дней стал порывистым и неровным, и они то казались годами, то летели незаметно подобным минутам. Конец каждого месяца отмечался письмом из Испании, в котором перечислялись новые требования. Ребенок рос как на дрожжах, не по дням, а по часам. Для него уже не хватало молока одной коровы и всех лекарств местной аптеки. Крохотный карапуз, запечатленный на блеклой карточке с полутертым именем фотографа, на самом деле был, вероятно, огромным, судя по тому количеству ткани, которое требовалось на его распашонке. Когда этот чудо-ребенок заболел корью, Галисийка высыпала на стол все свое серебро, а его первый зуб наверняка обошелся ей на вес золота. Что ж тут такого, думала она, чем больше ему нужно, тем лучше. И, надеясь на будущее, с утра до вечера напрягала все свои силы, как потрепанный бурей корабль, нетерпеливо бегущий в родную гавань. Только когда она с нетерпением ждала писем, эти письма сестра хозяйки называла кровопусканием. Заметно было ее беспокойство. И вдруг энергия, на протяжении трех лет бившая в ней ключом, сразу иссякла. В доме напротив поселились новые жильцы и привезли с собой ребенка. Это был бледный белокурый мальчик, такой хрупкий, что казалось, он переломится при первом резком движении. Галисийка часто замирала с метлой или грязной тряпкой в руках и долго-долго глядела на него, погруженные в свои безрадостные мысли. Обожатель, заметив, что она смотрит на улицу, сначала обрадовался, думая, что ему удалось наконец победить недоверчивость, но вскоре опять потерял всякую надежду, хотя и не отказался от своих планов. Зато хозяйка, ее сестра и доктор сразу же поняли, в чем дело, и собрали семейный совет. Нужно скорее отправить ее на родину, иначе она заболеет. Не может ли он, используя свои связи в порту, выхлопотать для нее бесплатный проезд? Тогда ее сбережений хватит и на дорогу, и на то, чтобы, заткнув алчные глотки родных, забрать сына и снова вернуться к ним. «У меня припрятано для нее два золотых», сказала невестка доктора. «Раз уж Бог не дал нам детей, я думаю, подарить ей дублон, который крестный оставил мне для своего будущего внука», со слезами на глазах, сказала хозяйка. Доктор не возражал, он увиделся с консулом и уладил все формальности. Галисейки сообщили эту новость за день до отплытия, сообщили с улыбкой, как бы ни взначай. Она на мгновение застыла, ошеломленная известием, внезапно перевернувшим всю ее жизнь, и вдруг, как подкошенная, рухнула на колени, ловя губами руки благодетелей. А через два дня ее провожали всей семьей как близкую родственницу. По просьбе доктора она была переведена во второй класс. Сверкало море, и тысячи звуков в приглушенном эхо отдавались в проснувшемся порту. Когда корабль взял курс в открытое море, они вдруг потеряли из виду белый платок, мелькавший у борта. Вот и все, видно, ушла в каюту. Нет, нет, просто ее не видно. «Вон она, вон она!» воскликнул доктор, глядя в бинокль. Галисийка стояла на самом носу, уже не оборачиваясь в их сторону, слегка наклонившись вперед, словно желая разглядеть среди беспорядочно нагромоздившихся волн ту невидимую дорогу, которая вела ее к любимому малышу. Подобно тому, как ширится расстояние между молом и темной громадой корабля, который постепенно скрывается из глаз, время все больше отдаляло от семьи доктора памятный день отъезда Галисийки. Ее вспоминали с любовью, то и дело заводили о ней разговор. Вернется или нет? Нет, видно, осталось, открыла на свои сбережения какую-нибудь ловчонку. Не получая от нее писем, говорили, в деревне письма-то написать некому. Мало-помалу о ней стали забывать. А через три месяца в доме уже редко можно было услышать ее имя. И вот как-то вечером ее нежданно-негаданно увидели у садовой ограды, истерзанную, обессиленную в пыльных лохмотьях. Не решаясь войти, она стояла, прислонившись к железным прутьям, чтобы не упасть. Сначала в полумраке умирающего дня доктор принял ее за нищую. Помоги вам, Господь, бедняжка, мы уже подали. Дай ей хотя бы полпеса. Вот, возьмите. Да ведь это наша Галисийка. Им пришлось подхватить ее на руки, так ослабела она от голода и усталости. Казалось, она вот-вот потеряет сознание, и от нее долго не удавалось добиться ни слова. Галисийка медленно озиралась по сторонам, будто желая обнять угасающим взором этот последний оазис в своей трудной, безрадостной жизни. На вопрос она отвечала упрямым молчанием, тяжелыми всхлипываниями и потоками слез, которые, казалось, переворачивали всю душу. Ну-ну, успокойся, ты сегодня приехала, почему ты не предупредила? А твой сын? Хватит у нее воспрашивать, не думай ни о чем, дорогая. На-ка, выпей хересу, потом дадим тебе в кровать немного бульону. Сейчас тебе нужно спать и спать, после расскажешь. Иди-ка ложись. Она покорно легла в постель и, как в омут, погрузилась в тяжелый сон, который всегда приходит после жестоких страданий. Проснувшись, она увидела у изголовья сестру хозяйки, и тут излила перед ней свою душу. Ее обманули. Вот уже два с лишним года ее сынишка гниет в земле, а ей не сообщили об этом ни слова, надеясь выкачать побольше денег. А на проклятой карточке, которую она получила, был снят чужой ребенок. Чужой! И Галисийка вновь впала в оцепенение, которое изредка прерывало с приступами ярости. В комнате слышалось лишь учащенное дыхание до обрывки фраз, постепенно разъяснявшие ее печальную историю. Сначала ей хотелось убить отца, да, да, своего отца, так же, как он когда-то убил ее мать, а теперь, быть может, ее сына. Потом она решила бежать, но перед ней лежала черная пропасть. Лишь одна светлая точка мерцала в окружающем мраке. Прежде чем умереть, ей хотелось увидеть тех, кто сделал ей так много добра. Как и кто посадил ее на корабль, она не знала. Откуда-то из глубины моря ее все время манили к себе две ручонки. Вот она и вернулась. За ней ухаживали, как за родной, стараясь исцелить ее тело и душу с бескорыстным милосердием, которым издавна славится Куба. Наконец крепкий организм Галисийки справился с потрясением, и опять чувствуя себя сильной и бодрой, она в один прекрасный день вдруг заметила, что идет с метлой и тряпкой в руках к парадному подъезду, словно гонимая какой-то силой. Уже за работу брось, детка, сказали ей. Мне так легче, да и работать я люблю. Меньше приходят всяких мыслей. И она взялась за работу с прежним задором, вновь улыбалась, вновь напевала старинные протяжные песни своей родины, но теперь уже не вкладывая в них ничего, кроме безотчетной вековой грусти своего народа. Однажды вечером, возвращаясь с прогулки, хозяйка и ее сестра становились как вкопанные, заметив, что она беседует у садовой решетки со своим неотступным вздыхателем, которого в течение трех лет не удостаивала даже взглядом. Уязвленные до глубины души, они пошли сообщить об этом доктору. Она ведет себя, будто ничего не случилось, но после всего, что с ней было, я даже рада. Представь, она любезничает с этим усатым галисийцем. Кто бы мог подумать? Вот и разберись в людях, если бы мне кто-нибудь сказал просто невероятно! Доктор, погруженный в чтение, поднял от книги умное, ласковое лицо. «Не судите ее слишком сурово», сказал он. «Единственное, чем одарила природа это забитое и доброе существо, была радость материнства. Материнство сделало ее благородной и самоотверженной. Не думайте, что она изменилась. Просто она ищет дорогу к сыну, к новому сыну, которого она вновь будет любить и которому вновь принесет себя в жертву. Разве это не ясно?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok